Девушки отдыхают 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 зал для фитнеса вот есть тренажерный зал у нас есть ну ректорат идет на встречу сейчас купили покрытие очень хорошее для зала вот ну что сказать сказать надо будет спорт на сегодняшний день он очень сложен не такой массовый как был когда-то и причины тут экономические и видимо мало все рекламы и по телевидению скажем так так вас полный пробил а говоря об этой книге скажем что здесь 50 на 50 сначала работа анатолий ивановича по оздоровительному движению но вторая часть особенно потрясающий здесь десятки сотни рисунков которые рассказывают о технических приемов силовых видов вот я думаю что это особое место займет особенно до до призывной молодежи для тех кто служит в армии ты вообще для защиты самого себя конечно такой боевой раздел необходим просто молодому поколению мало ли что хотя сейчас война современно но тем не менее и бывают и контактные столкновения поэтому я считал мы так посчитали что этот раздел просто необходим для того чтобы мы его создали он довольно таки упрощенный и он не требует большого так сказать подхода ну начальные навыки он дает если еще присутствие будет опытных инструкторов я считаю что молодежь может овладеть этими всеми приемами защиты самозащиты то есть получается вы отошли от теории и здесь конкретно есть вклад в практическую работу как эта книга будет воздействовать потому что я знаю что она уже попала военкоматы уже какой-то след как эффект ее действия наша задача каждая чтобы эта книга дошла в каждую школу там независимо там сельская для школа городская и еще в каждой школе будет электронный учебник то есть в принципе каждый ученик мотиве себе скачать и пожалуйста занимайся ну а школьные программы тоже должны предусматривать за призывную подготовку такой пример в школах есть то есть военруки в школах смогут пользоваться этой книгой и что-то включать занятия со школьниками как у вас сочетается теория практика потому что приходит ребята сейчас пора в сессии такая экзамен вы сделали прекрасный исполненный экзамен на пятерку издав такую книгу оперативно буквально за два с половиной месяца создать такой шедевр я думаю что это своеобразный литературный подвиг научно теряйтесь как-то будет реализоваться в практике вот это самое интересное потому что книга может быть красиво интересная кто-то почитал кто-то поймет не поймет как его ливич но это в принципе должно быть прежде всего это в школах там есть преподаватели начальной военной подготовки как найти такой контакт чтобы было конкретно а мы эти книги распространяем по всем школам контактируем с ними и поэтому они получат все эти издания новейшие буквально ближайшее время ну книгу бы издавали сложно конечно большую помощь нам оказал народный депутат александр санжелобецкий который сам когда-то занимался спортом довольно таки серьезно поэтому мы ему благодарны вот в этом плане но он так боролся на всех фронтах и на ковре и в общем-то сумел проявить такие борцовские качества и стать народным депутатом я думаю что его помощь здесь была очень даже конкретно реальная но хотелось бы еще узнать вы знаете наш книга не для продажи не будет она будет бесплатно будет до школы вот в чем дело тут мы этой цели и преследовали не преследуем эта книга должна дойти до каждого призывника николаевской области вот это наша главная цель вот на ретитовная страница это говорит о том что мы из прошлого идем в настоящее и будущее а если настоящий потому что сейчас такая сложная ситуация вот вы готовили олимпийцев раньше наше представительство в олимпийской команде сборной украины было большое сейчас много вопросов неужели вот эти военные события на востоке все поставить на второй план вот на ваш взгляд как спортсмена мастера спорта и ваше мнение интересно просто ситуация такая сложная да во первых мы потеряли целую кучу вернее целый ряд спортивных прекрасных баз которые мы в крыму я имею ввиду сборные команды сейчас готовятся более таких сложных условиях тем не менее каким-то пытаются выйти из этого положения ну и плюс конечно повлияли эти все события то что спорт у нас как бы уходит на второй план к сожалению очень много зависит от контакта с ректоратом потому что и кафедра физ воспитания вот теперь кафедра спорта она ставит собой конкретную цель подготовку кого что кого вы готовите и насколько эти ребята будут готовы для того чтобы реализовать то что вы задумали теоретически они в жизнь воплотить у работников школы мы готовим в первую очередь ну и конечно студенты тоже посещают занятия у нас на трех курсах занятия обязательно вот и работают спортивные секции проводится спартакиада каждый год по видам спорта спартакиада проводится у нас это массово и очень интересно проходит деканы болеют за своей команды здоровье как я хотел добавить да еще были в администрации нас поддержал в этом плане зам губернатора и не шерсткая оксана альбина дала высокую оценку этому делу и мы хотим это предоставить так сказать на всеобщее обозрение эту книгу кстати она очень высоко оценила это издание да я думаю да здесь на взгляд на развитие возможности студента потому что я не знаю насколько они сейчас готовы физически морально психологически вот сравнивая прошлое настоящий как будущее у нас будет а вот вы как зав кафедры вы как доцент который работаете с этими ребятами я думаю будет все нормально ох оптимист как-то реализовать все это кончится все это пройдет но это там на востоке а у нас здесь середине что будущее наше поздравить им дожди на сегодняшний день вообще известно что школах бывали случаи когда школьники умирали и почему-то хаяли физическую культуру а чаще всего школьники умирали во время первой части урока то есть в разминке никогда не получали большую нагрузку ну и все это привело к тому что все это привело к тому что даже учебных заведениях иногда ну скажем не рекомендовали проводить соревнования по кроссу вот но мероприятия по кроссу в городе все равно проводятся массовые забеги значит вроде как мы не боимся участвовать в массовом забеге а соревнования по кроссу в вузах прекратились вы возглавляете такой научно-методический центр нашего города ведущего вуза старейшего в нашей стране поэтому здесь очень хорошие традиции поэтому вот хотелось бы посмотреть ну во первых бы как тренер заслуженный тренер украины и воспитавший очень много немножко о том как идет развитие вольной борьбы или вот такие уже вольности пошли что нам не до этого конечно хотелось бы лучше если честно сказать развитие но идет ничего жизнь не останавливается все идет все двигается но к сожалению не так как хотелось бы быстро и не так как хотелось бы качественно к сожалению есть определенные трудности с финансированием и с внутренним чемпионатом есть проблемы но я надеюсь мы это преодолеем рано или поздно мы выйдем на тот же уровень на котором мы находились я думаю это все пройдет все это приходящее антон ливан чехомиров и здесь он как очень опытный врачеватель в этом увиделись очень многие люди и он востребован и настолько эффект вашей работы значит как у себя нашли в этом деле и как это вписаться вашу практическую работу преподавателя организатора деятели такого литературного ну во всех отношениях интересного человека я когда-то тренировал женскую сборную команду в баскетболу у нас была команда межфака не факультета физоспитания и нашей команде было пять девочек с первым разрядом в баскетбол а на первенстве украины мы ездили сборной команды и вот за все время работы с девочками с баскетболистками ни одна не была травмирована серьезно и все живы и здоровы у всех родились детки то есть спорт их здоровье не разрушил в какой-то мере это благодаря того что я разобрался с проблемами позвоночника у кого они были и мы их решали все заболевания практически 90 процентов зависит от состояния позвоночника позвоночник часто спорте бывает травмируется поэтому есть различные методические советы как сделать чтобы болеть меньше студенты вас это знают на занятиях задаются вопросы я работаю больше на филологическом факультете и если появляются какие-то такие проблемы они обращаются прямо на занятиях мы оказываем помощь так я это на своем позвоночнике испытал вы меня научили ходить но вообще я удивлен у вас такая многогранная практика по всей стране и украине не только и ближайшие зарубежья и доля далекие на величие вот на ваш взгляд неужели вот у нас столько много таланта говорят люди очень талантливы во всем на особенно спорте очень объяснить эти многие достижения которые вот сейчас конечно перестановились но были на молодежь хорошие действительно талантливые люди действительно талантливый подход то есть нормальная работа я считаю что мы принципе отобрали то что нам было необходимо спортсменов хорошие сделали набор отбор и я считаю просто выполняли свою работу в таком приходит учиться и какой они ставят перед собой цель год выбор потому что вот ну есть такой эпизод можно привести соседки встретились и одна говорит вот моя дочка так увлеклась танцами и пением я хочу чтобы она проявила свой талант а в чем я не знаю а соседка и говорит пусть она потанцует а почему мы слышали как она поет то есть как сделать выбор выбор сделать всегда очень сложно и не всегда всем удается с первого раза найти свое место в жизни это безусловно поэтому я считаю что молодой человек он все находится в поиске кто-то разочаровывается что он поступил но в большинстве у нас очень хорошие специалисты я говорю больше за филологический факультет свою работу свою будущую работу студенты любят и преподаватели ну их к этому могут подготовить нам когда необходимо помогает даже вычитать книги на филологическом факультете то есть у нас тесная связь с деканатом со студентами с преподавателями мы единое целое понимаете у нас есть целая галерея фотографий лучших спортсменов прошлых лет вот у нас на филфаке есть очень хороший спортивный зал для фитнеса и там и тренажеры есть то есть студенты в принципе любят физкультуру но вот школа не додает и приходит на первый курс у них оценка это высокая по физопитанию но на самом деле она завышена вот интересно чем отличается у вас много факультетов в университете чем отличаются ваши студенты от других студентов других факультетов потому что он особенный все-таки там и ребята девушек поменьше отличие интересного принципиально психологическое и физическое в принципе какого факультета от всех чем отличаются ваши ребята студенты факультета спорта а спорта ну это же идет по выбору понимаете это уже как они выбрали эту специальность эту профессию а есть отличие других от филологов историков конечно есть о чем вы говорите обязательно есть они в принципе больше ну и даже взять если рабочие все эти программы учебные там посмотреть у нас все таки идет как бы большая половина большая часть именно на специфику нашего так сказать видом нашего нашей специальности поэтому там и количество обучения совсем другое и ну и они более спортивные они выбирают себе этот путь основа вообще работы к любого факультета и кафедры это конечно преподаватель состав кто реализует вот эти планы кто работает с этими ребятами студенты для того чтобы росли здоровыми крепкими и настоящими профессионалами у нас есть на каждом факультете программа по физическому воспитанию вот на сегодняшний правда зачеты такие как бы официально по видам разделом нашей программы они немножко отменены скажем так почему потому что до сих пор министерство не разработала уровень физической подготовки школьников студентов этого нет на сегодняшний почему почему то то есть тут наука за это время очень здорово отстала вот поэтому студенты они больших наружок у нас не получает у нас главное направление оздоровительное а у факультетов воспитания там спортивное мастерство у них и занятий больше и практических и соревнований больше вот на протяжении многих лет пед институте теперь в университете проходили часто международной конференции теоретически где собирались представители разных регионов даже стран и вот продолжать это дело вот эта традиция когда есть возможность ученым которые занимаются вопросами оздоровления развития большого спорта да регулярно конечно конференцию у нас запланировано они регулярно проводятся принимает большое количество участия есть публикации есть такие есть и издание так что в этом плане работа методическом идет к сместим и студенты тоже участвуют в реке конференции но я видел они такие насыщенные поэтому послушать мнение изучить опыт и студенты не спортивных факультетов тоже примет участие если конференция спортивной направленности тоже участвуют потому что они что школьниками классный руководитель у него первая задача он отвечает за здоровье школьника а потом все остальное поэтому они должны тоже знать эти вещи все вот у вас на факультете прошло ну такой путь студенческий очень многие известные спортсмены вот как это продолжает эта линия потому что все таки цель воспитать физрука учитель физкультуры тренера подготовить для военной кафедры будущего офицера вот как идет этот процесс интересном спортивном уровне потому что суперзвезды вот были если посмотреть ваш музей сколько достижений олимпийцев чемпионов европы мира страны это уже не счастье да у нас сейчас есть спортсмены хорошего класса до сих пор и сейчас хорошие спортсмены тоже достаточно высокого класса уровня конечно не так как хотелось бы как раньше сейчас такого нет но все равно у нас есть и чемпионы европы и чемпионы мира а чем объяснить что в городских спартакиадах студенты морского университета немножко обходит по некоторыми дыма или там мужчин больше или чем это связано вроде бы там не специальная подготовка хотя есть факультет спорта да выиграли выиграл наш университет это сейчас а давеча ну и давеча выигрывали но они годятся борьба есть но выигрываем и и уступим вам нравится работа такая ну конечно работа здесь вы занимались время тренерская работа и вот последнее время пришли на такую организаторскую работу которые требуют умения знания у вас масса теоретических трудов научных я помню когда было когда-то заседание вашей федерации это было накануне как вы преподнесли свой научный труд именно под данному по борьбе и вы кандидат наук именно по физкультуре физическую культуру и спорту да ну в принципе это всегда меня интересовало именно эти единоборства это моя было так сказать основное направление моей работы я поэтому и пошел в этом плане в этой вот и в этом направлении так и продолжил свою работу если вспоминать биография анталий иванович тихомирова то огромнейший вклад он сделал в развитие туризма это был настолько большой энтузиаст и вместе с студентами он от карпат до камчатки от севера до юга проходил уже столько много интересных ну почему сейчас ушел туризм на второй план хотя такая была подготовка так на это к сплощенность была для студента была такая отдушина они ждали этого дня был отбор требование высочайший попасть команду вашу чтобы полететь сложно на кавказ или крыпа ну тут причина она вообще известна на сегодняшний день мы допустим на майские праздники там осенью я родился в крыму и мы вы же исходили посещали горный крым литературный крым вот у нас маршруты были разработаны ректорат разрешал планировались конкретные мероприятия и именно литературные там лекции даже читали преподаватели с нами ходили вот крым отпал зимой мы катались больше на допустим в карелии деревянное зодчество карелии был интересный поход по местам финского коммуниста той антиканина это карелии на белом море были на урале как они открывали для себя этот мир особенно сельские ребята для них это вообще было такое открытие и институт университет открывали такие горизонты познания вот походы были обычно до длинные 20 25 дней в ректорате мы договаривались проводили специальную подготовку ну девочки чтоб попасть такой поход надо было сгибание разъебание рук от пола хотя бы выполнять 50 раз потому что лыжная палка рюкзак чтобы не понять пойти на кавказ там где-то веревки скалы там тоже надо было иметь силу стартовый рюкзак в горах у девочки 25 килограмм и на лыжах на мальчиков чуть больше то есть сейчас меньше стало маршрутов куда можно пойти у нас остается карпаты вот ну в карпаты студенты с удовольствием каждый год у нас ездят но той массовости что было нет учет у вас такой мятежный характер а непосредлива вот милай вещь привык на месте на ковре там в общем для него это приемы технические в общем очень много а вы хотите охватитесь мир и втянуть в него такую аудиторию огромную мы ходили очень сложные походы и зимой при минус 40 ночевали в палатке и не было никогда ни отморожений никаких травм не было ничего потому что очень внимательно отбирали группу которая готовилась и на конкурсной основе по физическому развитию готовилась группа бывало так что девочки выиграли у мальчиков 2 тысячи метров и в команду попадал один мальчик остальные девочки девочки мальчиков выигрывали поэтому тут а чем-то связано чуток девчонки они больше больше тренировались и очень сильно хотели пойти больше желания отбор был серьезный юрий тарапин в принципе мы никогда не сидели на месте мы проехали практически всю европу много раз со сборной команды страны наши сами хотел задеть вас и так же практически пол мира мы проехали так что мы видели очень многие чемпионаты европы мира олимпийские игры мы принимали участие кстати выходцы с нашей области я помню как его турнир организовывали здесь что до их резерву когда приезжали представитель литвы честно разные страны были и молдова ты ближние зарубежья и польши я помню как ваня ященко вместе с вами делали такие показательные уроки для детей есть такое продолжение или к сожалению сейчас я этим не занимаюсь но стараются ребята тоже что-то создать что-то сделать сейчас сложнее стало с этими крупными международными соревнованиями конечно сложнее и финансовое положение социальный уровень более-менее становится как бы другой поэтому немножко есть трудности у нас я думаю мы их преодолеем со временем оптимисты но на сегодняшний день институт культуры готовит будущих туристских работников как раз кафедра спорта готовит на доске чертежи не кашу и все нет в них много очереди и узлы вяжут и переправы на настраивают и так далее я знаю вас парке есть специальное место где вы принимаете зачет и экзамен это все это интересно по веревках там такие приобретают но вообще в городе ведь туризм не приобрела соль особо но сейчас больше пришел коммерческое русло скажем так отдохнуть где-нибудь до берегу моря пикничок устроить вот у вас очень много книг вот эта книга мы начинали с неё дебют но и очень замечательного и подарили спасибо это уже несколько них у ваших у меня есть потрясающий вот из этих многих произведений какая вам особенно ценно и вот это какое место займет то которая еще не написана пушкина новые какие мечты мне хотелось иметь конечно мощную спортивную базу так как кафедра спорта она именно специализируется на спорте мы готовим тренеров по избранному обранному виду спорта поэтому конечно базам необходимо чтобы быть больше практических занятий чтобы они чувствовали себя более уверены в этом плане как методически так и в плане техническом подготовлены то есть более жесткая четкая работа именно в практическом плане то что мы даем теорию это понятно теорию мы пытаемся им дать на хорошем уровне но что касается практики ну у нас есть конечно сложности с базами хорошо и так его велич тупеев мастер спорта по вольной борьбе поставил точку нашей беседе за кафедры спорта янатолий иванович тихомиров потрясающий человек лечитель замечательный и вообще человек поэтому вот такая у нас была встреча я думаю что у нас хорошее будет будущее рядом оптимисты которые помогают воспитывать здоровое хорошее поколение ради нашей страны ради и успех и побед всего хорошего а а а Субтитры сделал DimaTorzok